Да, и снова мы в нашей студии, говоря о проблемах, связанных с желудочно-кишечным трактом, вот я хотел осветить вопрос, который, ну так он не всегда поднимается, иногда стесняются сказать, иногда как бы вот скрываются, скрывают и скрываются такие пациенты. На самом деле это серьезные проблемы, это проблемы, которые могут очень печально закончиться для членов семьи. Вот с одной стороны, с другой стороны, члены семьи неправильно реагируют на то или иное поведение ребенка, особенно это касается более старших детей, то есть детей в возрасте где-то от 10 лет, подростков и так далее. Речь идет о расстройствах пищевого поведения. Вот это как-то не обсуждается широко, и тем не менее я хочу сегодня этот вопрос поднять для того, чтобы вы были информированы. Ведь основная проблема родителей в общении с детьми, в общении с друг с другом заключается в том, что сначала отсутствие информации, а потом эта информация получается неискаженная, неправильно искаженная, она не соответствует действительности, люди, используя какие-то советы, иногда это все приводит к очень печальным результатам. Значит, что такое расстройство пищевого поведения? Ну это, ну скажем так, нарушение типа личности, которые связаны к отношению к еде. И вот такое расстройство пищевого поведения, оно может не ограничиваться внешними признаками. Многие люди с нарушениями вот такими, они могут выглядеть абсолютно здоровыми. Причем это не зависит ни от страны проживания, ни от каких-то национальных особенностей, ни от веса, ни от пола, ни от семьи и так далее. Просто такие ситуации могут возникать вследствие каких-то психогенных факторов, наследственных факторов, эндокринных изменений и так далее. И так далее особенностей семьи. Ну, например, скажем, в семье что-то, вот, как бы, какие-то пищевые моменты, моменты диеты приняты, а ребенок воспринимает это как-то гипертрофировано. Влияние окружающей среды, влияние каких-то других факторов приводит к очень сильным изменениям, которые, на самом деле, идут по нарастающей и приводят к очень тяжелым последствиям. Значит, ну, первое, давайте мы все-таки так более конкретно поговорим. Значит, первое, так называемое, то есть то, что я сейчас буду называть, это диагноз, это болезнь. И дальше мы будем разбирать все клинические проявления. Значит, первое и наиболее часто встречающее состояние – это нервная анорексия. При нервной анорексии человек охвачен страхом набрать вес и очень хочет похудеть или быть худым. Он воспринимает свое физическое состояние очень негативно, то есть искаженно. Даже если человек в нормальной форме, он стремится сесть на диету, стремится ничего не есть, стремится похудеть, максимально часто взвешивается и так далее, и так далее. Дальше идет по нарастающей. Он начинает вызывать у себя рвоту. Эта рвота становится привычной, и малейшее принятие пищи уже вызывает рефлекторно такую реакцию. Может принимать слабительное, и это состояние становится навязчивым. Причем при этом человек становится дистрофичным, он постоянно теряет вес, и развиваются необратимые изменения внутренних органов. Это приводит к катастрофе не только самого организма, но и нервно-психического состояния. И люди просто не могут вернуться, не могут восстановиться. Но чтобы вы представляли, насколько это серьезно, я не буду называть фамилии очень известных людей, медийных так называемых людей, которые пострадали от этого заболевания. Вот один из последних примеров. Знаменитая наша российская фигуристка вдруг исчезла из спорта, из поля зрения. И вот именно как раз по этой причине стремилась держать форму, стремилась быть постоянно худой. И дело кончилось психическими нарушениями, приведущими к нервной анорексии, кончилось тяжелыми проблемами, стационаром и так далее, и так далее. То есть я призываю вас очень внимательно отнестись к этому состоянию, особенно у девочек возраста, скажем, где-то, да, определенного уже возраста, которые к этому стремятся. Это нужно реагировать, реагировать сразу, реагировать быстро, не только вот с точки зрения воспитания, но и с точки зрения лечения. Это нужно лечить, лечить быстро, лечить с помощью психологов, может быть, обращаться и к нам за помощью в этой ситуации, потому что последствия будут чрезвычайно тяжелыми. Следующее расстройство пищевого поведения – это так называемая нервная булимия. Булимия – это приступы переедания. То есть ситуация обратная. Опять же, человек в страхе набрать вес, вот, компенсирует это вызыванием рвоты, и дальше он начинает лихорадочно набираться, лихорадочно есть. Вот, причем мы с вами знаем, да, примеры, они уже, скажем так, да, запали. И в анекдоты и так далее, когда днем человек сидит на диете, худеет и так далее, да, а ночью бежит к холодильнику, и вот у него такой приступ быстрого поедания всего и так далее. То есть такие люди, на самом деле, это люди больные. Довольно часто приступы булимии, то есть переедания вот такого, да, является реакцией на стресс. Я думаю, что вы знаете людей, которые в состоянии стресса начинают очень сильно и много быстро есть. Вот, это фактор психогенный, здесь нужно иметь это в виду и принимать определенные меры. Довольно часто, особенно у подростков, у детей с ранимой психикой, даже неосторожное слово, критическое замечание, что ты так вот толсто выглядишь, может привести к срыву. И сначала это будет ситуация анорексии, а потом, наоборот, булимии, то есть полностью разбалансировка организма, которая приводится, приведет к срыву всего организма и к очень серьезным проблемам, связанным с патологией внутренних органов. Следующий момент очень интересный. Нарушение пищевого поведения. Я думаю, что если вы узнаете о том, что это патология, ну, многие из вас даже удивятся. Проблема называется, или заболевание называется орторексия. Орторексия – это особенность пищевого поведения, характеризующая навязчивое стремление к правильному и здоровому питанию. То есть, если вы знаете человека, который стремится питаться исключительно правильно, исключительно здорово, вот вся жизнь его посвящена исключительно подборке диеты, подборке правильного питания, причем он там может считать ценность продукта, высчитывать калории, там, подбирать себе диету, ходить исключительно в те магазины, которые вот он считает, что там более здоровые продукты и так далее, это человек, страдающий вот орторексией. То есть, это болезнь, это патология, которая требует определенного лечения, определенного воздействия. На самом деле, человек должен просто относиться к своему организму внимательно, но, как говорится, все хорошо в меру. То есть, продукты питания должны быть подобраны правильно, но это не должно становиться, ну, вот такой навязчивой идеей. Следующее нарушение пищевой, вот такой нарушение пищевого поведения, это так называемая парарексия. Парарексия – это состояние, при котором человек употребляет в пищу несъедобные предметы, а именно землю, глину, пластик, бумагу, вот, сырые продукты, которые в нормальном состоянии, не едят там сырое тесто, например, сырой фарш и так далее. Значит, эта патология тоже может быть достаточно устойчивая, то есть, человек в этом состоянии, вот, тоже требует обследования и требует лечения. Иногда это вызвано какими-то состояниями внутри организма, ну, например, паразитарной инфекцией, иногда это вызвано какими-то психогенными нарушениями со стороны нервной системы, но, тем не менее, это заболевание, это патология, которая может быть и самостоятельной, и следствием того или иного патологического процесса в организме. Ну, и в заключении есть так называемое состояние, которое у взрослых, у ребенка, у новорожденного это норма, так называемая руминация или срыгивание, а вот у взрослых это срыгивание уже съеденной пищи, да, которая потом, может быть, снова, как бы, повторно пережеванная и проглочена или выплюнута, уже особенность пищеварительного тракта взрослого человека и чаще всего является следствием той или иной патологии либо пищевода, либо желудка, так называемый рефлюкс, заброс обратно и требует определенного лечения, определенных препаратов, они есть, они снимают вот это вот состояние, но это, нужно понимать, что это не привычка, не особенность, а это заболевание, которое подлежит лечению. Ну вот на этом моменты, скажем так, которые вы спрашивали, которые вы хотели от меня услышать, исчерпались. Если появятся какие-то новые вопросы, пожалуйста, обращайтесь. и я надеюсь, что вот то, что вы сегодня прослушали, помогут вам правильно воспринять особенности вашего ребенка, что-то поправить в том, в той ситуации, которая у вас есть, что-то предотвратить, наверное, это самое главное, на что-то обратить внимание. Я думаю, что то, что вы услышали, будет вам достаточно полезно, хочется на это надеяться. И я желаю вам всего доброго, здоровья, счастья, берегите себя и до новых встреч в нашей студии. Субтитры создавал DimaTorzok